На Магаданской земле празднование Собора новомучеников и исповедников российских началось в Свято-Троицком кафедральном соборе города, а продолжилось у монумента маска скорби, возведенной в память о жертвах репрессий. Божественную литургию в храме и поминовение всех пострадавших за веру Христову совершил епископ магаданский и синегорский Иоанн. Подробности в материале наших коллег из Магадана. Жители Магадана впервые почтили исповедничество и подвиг всех тех, кто пострадал в годину гонений за веру Христову, в новом величественном кафедральном соборе Живоначальной Троицы, освящение которого совершил в сентябре минувшего года святейший патриарх Московской и Всеруси Керим, назвавший собор не только местом молитвы, но и великим памятником всем тем, кто пострадал на колыме, кто жизнь свою сложил здесь, кто осваивал этот край в нечеловеческих условиях. В сослужении со священством Магаданской и Синегорской епархии, божественную литургию, а затем молебен, отслужил преосвященнейший Иоанн, епископ магаданский и Синегорский, совсем недавно возглавивший Магаданскую кафедру. Песня «Священники и исповедницы России, молите Бога о нас». Наша земля – это воистину Голгофа, Колымская Голгофа, как ее именуют. По предварительным данным, 122 тысячи людей скончалось с 30-х по начало 50-х годов. Порядка миллиона человек страдало здесь, в лагерях. Среди них были, конечно же, и уголовные элементы, и вместе с тем были те люди, чья вина была единственна в том, что они были верующими православными христианами. Среди них, мы знаем, был и отец нашего святейшего патриарха, в молодости 4 года страдавший здесь, на Колымской земле. В каком-то смысле Колыма – это один большой антиминс, один большой престол. «Так много людей здесь пострадало и погибло за веру». Эти слова патриарха Кирилла, сказанные во время его визиту на Колымскую землю, особо отзываются в сердце на одной из сопок в окрестностях Магадана, где установлен мемориал «Маска скорби». Именно здесь и тоже впервые в этот день епископ магаданский Сенегорский Иоанн отслужил панихиду в поминовение всех усопших. «Царство небесное, вечный покой всем, кто имел героизм, всем, кто имел силу исповедовать Христа, Христа даже до смерти. И смерти практически крестной. Именно здесь, сейчас, у этого памятника, символизирующий Голгофу, символизирующий крест, распятие Христова, распятие всего греховного, что есть в человеке через мученичество и страдания, мы собраны, дорогие братья и сестры, чтобы молитвенно почтить наших мученически пострадавших сродников, наших родных, наших близких». Сегодня необыкновенно холодный морозный день. Особенно здесь, на вершине сопки, обдуваемой ветрами. Но людей, пришедших на панихиду к мемориалу, маски скорби, пришло немало. Среди них и мэр города Магадана Владимир Петрович Печеный. «Полюсом лютости» назвали в свое время Магадан и Колыму. И очень хочется, чтобы и вера, и наша память всегда служили тому, чтобы эти времена, такие времена никогда не повторились, чтобы все мы сделали все для того, чтобы наша великая страна, Россия, была единой, сильной. И в этом нам поможет наша память.